В общем и целом, для того, чтобы в бою в ограниченном пространстве не иметь каких-то серьезных повреждений и победить, необходимо двигаться специфическим образом, не занимая внешнее пространство. Если мы раскачиваем корпус и заваливаем свое тело, то мы себя подставляем под потерю равновесия. Для того, чтобы этого не делать, существует определенная схема движения, которая основа нашей методики. Первый противовес – это плечи. Человек рассматривается как два противовеса – плечи и таз. Ось позвоночника, который их скрепляет, и мягкая опора ноги. Первое, что не надо делать ни в коем разе – не заваливать корпус назад. Центр тяжести должен быть таким, так расположен, как у хоккеиста, баскетболиста, вратаря. Ребята очень правильно делают, так как держат правильное центро тяжести, потому что необходимо движение в любую сторону совершить. Держать равновесие. Никаких вызов таза. Второй момент. Ни в коем разе не раскачивать корпус. Как только вы раскачали корпус, задни мне за спину. У меня два противника. Я веду с одним бой. Пытаюсь уйти назад, вцепляйся мне в плечо. На этом, в принципе, все для меня и закончилось. Ну или, по крайней мере, мне очень гораздо тяжелее с этого выйти. Что необходимо сделать? Упри мне палочку. Необходимо двигаться таким образом, чтобы в атаке противника скатывались в рикошет, мы при этом могли двигаться вперед, уводя свое тело из-под удара. Еще раз напомню, есть восточная схема. Блок. Ударился о палку, пошел ее сбегать. Но это как-нибудь тяжело и энергозатратно. Даже если я тяжелее противника. Гораздо проще за счет небольшого скрута тела скатить атаку противника в рикошет и шагнуть на него вперед. Но здесь есть очень большой нюанс. Попрошу на него обратить внимание. Ни в коем разе не завалит корпус. Я вроде бы защитился. Что дальше? Дальше у меня никаких... Во-первых, я не могу атаковать противника. Во-вторых, я опять-таки остановлюсь уязвим. Ваша задача, с середины атаки противника, таким образом расположить свои рычаги, чтобы пошла атака противника в рикошет. А вам шагнуть и атаковать его. Вытянем. Вот с этого расстояния чуть-чуть, противник вряд ли перестроится. Поэтому если вы будете не назад шагать от действия противника, а сбивая шагать вперед, вы заходите за спину, противник начинает проваливаться. И здесь у нас возникают моменты, при помощи которых мы можем противника лишить равновесия. Еще раз так же, выходя на атаку, мы можем, скатывая в атаке противника в рикошет, используя фигуры гимнастики, выходить на приемы рукопашного боя и уже решать действия с противником кардинально. Что для этого необходимо сделать? Первое. Основа гимнастики. Это верхний противовес плечей. Рассматривается он исключительно единым блоком. Ни в коем разе отдельно ни одно плечо не работает. Плечи работают оба-два. Для чего? Для того, чтобы я, уводя вот это плечо, мог атаковать сразу противника вторым. Второе. Восьмерка в тазу. Представьте, на вас двигается противник, вам надо его вывести на бросок. Уходя, я могу вписаться в движение противника и произвести подсечку, бросок или вывести его в состояние равновесия. То же самое здесь. Выход, угол таза, уход назад, выход, угол таза, уход назад. Получается, как бы мне не приходилось, приходились бы вектор атак, я их скачу в рикошет. Зайди мне в сторону, упри, пожалуйста, в бок, отпрыл палочку в спину. Как это можно объяснить наглядно? Идет давление, сразу даем, да? Мы одним движением скатываем атаки противника в рикошет. Еще раз попрошу, пожалуйста, да? Очень наглядно. Мы не двигаемся ни руками, ни ногами, ни конечными. Мы как змея на хвосте скатываем в рикошет. Еще раз так же. Как змея скатываем в рикошет наши действия, да? Это еще мы не атакуем. Но! Еще раз, пожалуйста. Еще раз, повторяй. Но, если мы так двигаемся постоянно, то все атаки противника скатываются в любом случае в рикошет. Даже не глядя, можно скатывать это действие атакующие действия противника в рикошет и атаковать его. Что для этого необходимо еще раз делать? Чтобы оба противовеса двигались в разнобой. Не вместе. К примеру, я такой у противника. Вылетел кулак, я ушел с линии атаки, например, да? У меня появилась, а, опорная нога. И, б, если я вдруг промазал или меня провалили, то у меня начинается потеря равновесия. Включаются мышцы спины, мышцы ног. Пошло нагружаться поясница. Если в этот момент меня потянут вперед или толкнут в сторону, попрошу, в сторону по вектору. Здесь я, скорее всего, потеряю равновесие. Плюс самое опасное, что появляется опорная нога. Самое страшное. На которой находится вес. С которым надо работать. Ему надо атаковать, ему надо выдергивать. При той стиме, которую я вам предлагаю, да? Опорной ноги не возникает. Никуда не уходит центр тяжести. Никаких подъемов стопы не возникает. Никаких переносов. То есть, плечи и таз идут в разнобой. Не вместе. Да? Как мы можем завалить. А в разнобой. Верхний противовес компенсирует движение нижнего. Возникает отсутствие, вернее, не возникает раскачивание корпуса. Но при этом работу я могу делать. Как это можно еще объяснить? К примеру, что такое граничное пространство? Меня пытаются атаковать ножом. Да? Гипотетически. Я могу шагнуть назад, защититься. Уйти в сторону. Да? И всевозможные какие-то предпринять действия. Но! Это если у меня есть какое-то пространство. Ни окоп, ни лифт, ни подъезд, ни транспортное средство. И ни толкучка на рынке. Как только я попадаю в ограниченное пространство. Все эти действия мне недоступны. Идет удар ножом. Уйти с вектор атаки я не могу. Руками может получится, а может быть и нет. Моя задача, применяя противовесы, скатить атаку в рикошет, не заваливая корпус. Не занимая внешнего пространства. Именно по тем принципам, по которым мы осуществляем наше движение. В таком случае я могу не просто работать в защите, но и также выходить на следующую атаку. Если вдруг мне это необходимо. Так же точно проходится в любом положении нож. Плоский или прямой. Это в принципе все суть не важно. Одно движение у нас идет, может быть защитное. Еще раз скажу. Такое второе атакующее. Внешнее пространство мы не занимаем. Вы практически мало уязвимы. Почему необходимо руку противника еще точно так же вытягивать? К примеру, опять пошел укол, я шагнул назад. Ну и что? Да, я вроде защитился. Вопрос не решен. Противник дальше меня атакует. У нас неизвестно, чем все это дело закончится. Первое. Что необходимо знать? Чем дальше рука противника от тела, тем меньше на ней силы. Прижми локоть к боку. Я осуществил захват. Упирайся. Вот здесь даже человек поменьше меня весом, все равно будет более преимущественным. Почему? Потому что у него слишком близко центр тяжести к его рычагу. И мне будет тяжело с ним работать. Колей ножом на полную вытяжку в живот. Вот здесь. Гораздо сложнее. Почему? Вот у меня центр тяжести. Я могу воздействовать. Вот длинный рычаг. Я могу воздействовать на противника. Отнимая у него нож. Так вот. Вследствие чего? Я вас остерегаю. Таких действий, как удар ножом снизу. Вот такая остановка. Противник остановился. Вы не можете с ним дальше работать. Он вас дальше будет или резать. Вы остановились. А если вдруг несколько противников, то на этом, в принципе, все заканчивается. Задача пропустить его сквозь себя. Но, пожалуйста, очень внимательно на ноги. Обратите внимание. Пропускаю, не заваливая корпус. И ни в коем разе не отходя назад. А пропускаю таким образом, чтобы противник провалился. И я начал заходить ему за спину. Тогда я буду иметь какой-то успех. Так же точно мы можем, опять-таки, правильно шагая на противника, разворачивать ему вектор оттачки. И забирать оружие. Еще раз напомню, что ни в коем разе пошел удар в бруч. Не стоит пытаться схватить противнику конечность. Вы можете просто в нее не попасть. Особенно, если противник делает это несколько раз. Он вряд ли будет вам отдавать одно движение. Наша задача, идет снизу удар, делать плоскость противника. Снимать объемом, да? Снимать объемом. Каким образом? Я здесь не ловлю. Вот у меня какая большая плоскость, с которой я могу работать. Но, об этом знают все. Теперь, внимание, самый важный нюанс. В этой задаче шагнуть необходимо вперед. Заходи мне за... При атаке противника мне ни в коем разе нельзя ходить в сторону. Или куда-то назад. Моя задача шагнуть на противника всегда. Тогда я вывожу состояние равновесия. Вот у нас стоит противник. Моя задача вывести его состояние равновесия. И начать с ним работать. Так вот, если я буду валить его на сторону, у него включатся боковые мышцы, он начнет сопротивляться. Как только я начну работать по вектору атаке, одну руку тянуть на себя, а вторую толкать от себя, то мне это будет гораздо проще. Так вот, если я это пытаюсь сделать с завалом корпуса, у меня вряд ли что-то выйдет. Начнется силовая какая-то возня. Здесь даже человека сильнее себя, уходя правильно с линии атаки. Попрошу еще раз вот этот момент очень тщательно понять. Еще раз, я захожу. Моя задача вытянуть конечность противника и зайти ему вот сюда. В любом случае. Будет это удар боковой. Не остановка, ударился, да? А скатывание. Подсели, вот скатили. Я уже зашел за спину. Да? Будет прямой этот удар, так же точно. Скатить в рикошет и обязательно шагнуть вперед. Для чего? Для того, чтобы мы могли реализовать принцип атака на атаку. Атака в разрез. Это самая удачная схема боя, при котором вы вряд ли пострадаете. Противник меня атакует. Я отошел назад и пытаюсь его контратаковать. Ну, когда он на ринге и мы с ним всего лишь вдвоем, скорее всего, это самая лучшая схема движения. Когда мне необходимо сразу решить вопрос с противником, не ожидая, пока он будет защищаться. То есть, когда я, еще раз так же, защитился, пошел. Он защитился с галутем. Он защитился. И у нас начинается там какая-то позиционная возня. Моя задача шагнуть на противника. Еще раз. Обратите внимание. Шагаю и сразу атакую. Шагаю и сразу атакую. Шагаю и сразу атакую. Снимая объем. Естественно, продолжая свои дальнейшие действия. Еще один момент. Как необходимо держать центр тяжести, чтобы у вас была сила, но вы были расслаблены. Прихвати за хим. И ровно стань. Вот таким образом. Кто стоит неправильно, и корпус, центр тяжести немножко завален назад, сил у вас не будет. Нет у меня сейчас в конечности каких-то определенных нагрузок. Как только я правильно перевожу центр тяжести, противник начал загружаться. Почему? Я правильно его центр тяжести начал грузить. Ни одной мышцы при этом не напряг. Еще раз. Когда я стою вот так, противник спокойно стоит. Как только я просто поменял проекцию центра тяжести, у нас возникает вес. Вот так необходимо действовать, когда противник тяжелее, сильнее вас, ну даже если и меньше. И, к примеру, он вас атакует. Ваша задача в момент контакта боковой подсесть, чтобы вот здесь начать его загружать. И переносить его от центра тяже, выводить его в состояние равновесия. Вас остерегают основной ошибки. Какая может быть при шаге на противника. Еще раз напомню, речь идет не один на один, а речь о нескольких противниках. К примеру, шагни вот этой, просто руки опусти, вот этой ногой сейчас, шагни вот сюда. Ты потерял равновесие. Неудачная схема. Если я при захвате пытаюсь зайти сюда, я подставляю себя под серьезную работу с противником. Он не будет стоять и ждать. Он обязательно вкрутится в мое движение. Теперь вот этой шагни ногой по восьмерке скатил. Вот здесь я могу соскользнуть, противник спокойно заходит мне за спину. Опять-таки, экономьте свое движение. Просто оставшись на месте при атаке противника, я могу противника дотянуться. Чуть-чуть подшагнуть. Чуть-чуть подшагнуть. Противнику я уже вхожу к нему в ближнее пространство. Где в принципе пошла удар, мне не важно. Я начинаю работать на предплечье, на плече, на там, где выходят только конечности. И воздействовать на его центр тяжести. Воздействовать я буду броском. Это буду производить. Или атаками руками. Это не важно. Самое главное, что вы сблизились с противником и не даете возможности себя атаковать. На дальней дистанции вас будет обязательно атаковать. Как только вы сблизились и правильно начали уходить от противника, вот он сразу должен быть удар. Вот я уходя, вот я сразу атакую противника. Вот атакую, вот атакую. В одно движение можно уложить три, четыре в принципе. И дальнейшее тоже действие. Что очень благотворно скажется на вашем здоровье и на выполнении боевой задачи. Что такое ножевой бой? Давайте разберем более конкретно. Есть три дистанции работы ножом. Первая дистанция. Выходи сюда. Мы стоим с противником. Противником нож за поясом, за спиной или в кармане. Противник полез за этим ножом. Я могу с ним какие-то действия делать, работать. Опять-таки напоминаю. Отсутствие завала корпуса. Отсутствие завала корпуса вас как раз может спасти. Если я... Подержи пока. Возьми палку, как автомат. И коли меня живот штыком. Противника. Нет. Вот. Ну просто. Коль еще удар штык. Смотрите. Я вывел. Вроде как противника. Да? За себя. А теперь я начинаю действовать неправильно. Как очень много работает ребят. Я начинаю заваливать корпус. Да? Не зная работы противовеса. И подставляться. Можешь сейчас на меня давить? Давить. И подставляться под работу противника. Да? Какими бы вы приемами не владели, если у вас нет правильной основы, ничего не получится. Какая наша задача? Ушли, вытянули, завели. А теперь не сюда, а вот сюда разворачивая руку. Вот я в принципе уже могу противникам дальнейшую работу проводить. Еще раз напоминаю. Смотрите очень внимательно. Ну вот сюда уход. Вот прям четко, да? Вот мы выходим. По восьмерочке скопили, да? И сейчас. Теперь я не сюда заваливаю корпус, а вот сюда на противника работаю. В принципе уже я в гораздо более выигрышной ситуации. Пойдемте полночку. За себя положу. Так вот. К чему я это все сказал? Если вы пытаетесь сделать какое-то действие, но стоите неправильно, вряд ли что-то у вас получится. Противник просто начнет сопротивляться, начнет давить. И вы сказали, о, вот здесь я может быть и скачу, потому что я все-таки хочу чуть-чуть, но владею тело. Вот. Но зачем нам этот, зачем нам эти ненужные действия подплатили? Противник давит. Я не сюда заваливаю, а вот сюда разворачиваюсь. Раз. И я зашел уже за спину. И в принципе я уже гораздо в более выигрышной ситуации. Вторая дистанция нашего боя. Мы стоим в автобусе. Противник достал нож. Может быть это конечно будет лежит, но да. Может это будет как-то по-другому. Но давайте разберем просто саму дистанцию. Противник достал нож и пытается вас атаковать. Здесь у нас задача будет работать на запястье противника. Опять-таки представьте, у нас нету возможности никуда шагнуть. Мы стоим в углу зажатый, да. Скрут противовесов и шаг на противника. А это совершится только за счет того, что, только за счет работы противовесов. Позволит вам сработать на противника. И какие-то вопросы с ним начать уже решать. Сюда вы пойдете, сюда вы пойдете. Еще раз, очень внимательно. Точка контакта, точка вращения. Никаких вот таких. Никаких вот таких. Таких. Вот таких. Действий быть не должно. Идет нож. Вот туда. К нему. Естественно подсев. Вот туда противник забаливается. Вот здесь он будет атакован. Вот здесь у него будет заломана рука. Потому что чем ближе локоть противника к туловищу, мы помним, да, тем тяжелее с ним работать. И третья дистанция ножового боя. Принеси резину. Самое сложное, на самом деле. Не факт, что вам придется, конечно, именно с этим сталкиваться. Но для того, чтобы... Для того, чтобы действительно владеть всем спектром, вам необходимо владеть всеми дистанциями. Объясню. Сейчас мы разговариваем о фехтовании на ножах. Так, да, там редко увидишь на улице, что кто-то будет работать там ножом, там предлагать подраться на ножах. Но давайте вспомним опыт Великой Отечественной войны. Там был такой НА, нож автоматчика. НА-40, НР-40 его называют. Да, выдавался он тем, у кого вооружали ППШ, потому что на Мосинке был штык хотя бы. А здесь ничего не было. Сделали его по типу финского ножа. Так вот, на нем была гарда. Она была такой очень специфической формы. Она предполагала удержание лезвия вверх. Объясню это для чего. Для того, чтобы расчет был на необычного, неопытного человека. Налетел, воткнул и одним ударом себе вскрыл. К себе движение гораздо сильнее. Только курица от себя гребет. Налетел, воткнул и к себе вскрыл. Один удар будет, чтобы его правильно и грамотно... Сверху. Правильно и грамотно вот обкатать. Вам необходимо здесь всеми тремя дистанциями владеть. И скорее всего, вам не будет противник отдавать руку. Возможно, опытный вам попытается также обрезать руки. Выставил. В таком случае, это будет один вход. Один единственный. Но он может вас спасти. Работаете по пальцу противника. Таким образом, как мы крутим палку. Так называемый лепесток поражения. Так же мы работаем пехотной лопатой. Так же мы работаем тростью. Восьмерка снизу. Спираль внутрь. Восьмерка сверху. Спираль наружу. Эти действия комбинируются всевозможным образом. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. То есть наша задача постоянно атаковать противника. Создавать то, куда противник пытается нанести удар. Наши руки уже там нет. Поэтому мы буквально коротким движением раз выбернули руку. И тут же рубанули по пальцам. После чего можно спокойно дальше продолжать атакующие действия по своему противнику. У змеи сначала надо вырвать ядовитые зубы. После чего мы можем спокойно в дальнейшем ее жарить на углях. Так вот. Это будет только один вход. Сейчас я вам показываю все поле возможных траекторий. Какие здесь принципы? Так же, как с пехотной лопатой. Первое. Не отдавать локоть вперед. Локоть прижат. Второе. Работать за счет центра тяжести. Мы помним, да? Центр тяжести работает. У нас в руках сила, но мы расслаблены. Да? И у нас возникает за счет расслабления что? Более повышенная скорость. То есть вот эти действия мы можем гораздо более быстрее совершить, чем противник. Естественно, там необходимо работать с обеих рук обязательно. Ну, мы помним про работу полушарий. Если я 5-7 ударов с двух рук могу наносить, то координация полушария будет настолько хороша, что я стрелять буду точнее. Лучше буду двигаться. Быстрее буду думать, что поможет выжить. Так вот, еще раз напоминаю. Будет один вход. Раз-два. Раз-два-три. Раз-два. Но только после этого вы можете проходить дальше. Если я попытаюсь лезть дальше, противник также точно встретит мою конечность, обкатает. И уже потом неизвестно, чем все это закончится. Может и совсем печально. Это предполагает недюжинную тренировку. Обязательный перехват рук. Обязательная схема, еще раз напомню, кистевая. У нас человек раскладывается от лба практически до паха в одно кистевое движение. Самое главное при этом не поднимать локоть. Вы будете уязвимы. Вы не сможете атаковать с другой стороны. Опустить локоточек. Вот он он, да? У нас работает. Кисть подпружинена. Все расслаблено. Тут играет уже вес, масса и скорость ножа. Обратный хват. Попрошу вас применять исключительно для работы по безоружному противнику. Обратный хват у нас довольно уязвим. Почему сложилась такая тенденция работать обратным хватом против прямого? Это прошло от работы под водой. Там, да, вот эти движения не будут иметь никакого абсолютного успеха. Предсереда слишком плотная, довольно тяжело. Гораздо легче будет наносить что колющие, что режущие, вспарывающие удары именно с обратного хвата. Но, возьми обратным хватом нож. Обратным. Но здесь, во-первых, у нас обратным хватом, если мы пытаемся эффектовать на ножах, гораздо беднее техника. Вот одна восьмерка, вот вторая. В принципе, все. Во-вторых, постоянно открыта верхняя часть кулака, где находится большой палец. Если вы потеряете большой палец, никаких дальнейших боевых действий речи не идет. Вы просто не сможете ничего удержать. Не говоря уже о болевом шоке и о кровопотере. Вот эта схема, она более предпочтительная. Здесь получается, что я могу атаковать противника с всевозможных сторон. А противник меня может только атаковать не очень разнообразно. Но это может сыграть хорошую службу при работе с безоружным противником. Показываем в одну, обходим в другую, обкатываем в третью. Также режущими ударами можно цеплять противника. И, естественно, переходить на колющие удары. Ну, помните, если вы получите ранение любое, в любую сторону внешней конечности, к примеру, я не говорю про внутреннюю, то, скорее всего, у вас будут повреждены сухожилия. При этом, называется, обезрученная противника рука обвиснет, и у вас одной руки нет. Вы ничего не испугались, вы готовы дальше биться, но руки нет. И это может поставить точку вашей карьеры. Со второй дистанции, да, в принципе, работа идет на запястье, когда упор, что в самообороне, что в активной самообороне. То есть здесь необходимо также точно по восьмеркам, по спиралям гимнастики, также точно скатывать, убирать атаки противника в рикошет, уводить снизу, да. Также по спиралям, да, заводить. И также атаковать, то есть сбоку, да. Мы можем встречать конечность и противника, скатывать их, выходя, опять-таки, постоянно, постоянно смещаясь вот этим движением, мы постоянно скрадываем раз свой шажочек, вот я уже вышел, в принципе, сюда, на какие-то действия, да. Вот он, прихватив руку, конечность, вот здесь можно уже какие-то с противником действия проводить. Здесь их всего две спирали, поэтому спираль сюда, спираль сюда, спираль сюда, и спираль сюда. Тогда мы можем руку убирать противника, резать ему конечности. Также можно, в принципе, добавлять вторую руку при ударе, еще раз так же, в горло мы можем атаковать противнику, одновременно защищаясь локтем, атаковать, медленно сейчас, атаковать локтем, сбивать его коней, атаку, атаковать ножом, вторая рука пошла, и также вторую руку атаковать ножом, выходя на повреждение противника. Еще раз, первый шаг, естественно, напоминаю, старайся делать не вот такой, да. Вот, и те же самые восьмерки, те же самые круги, которые мы крутим, опять-таки, еще раз напомню, вот здесь, если ты не вращаешь плечи и не используешь противовесы, будет завал, и противник сможет обкатать его, да, и неизвестно, чем все это для нас закончится, да, а когда идет работа противовесов, то мы пропускаем его на себя, как раз так же. И здесь можем атаковать противника с этой точки зрения, или с этой, да. Работает. Так же точно работает в упоре, так же левой рукой. Отсюда скатили, прихват, пошла атака на противника сразу, то есть никаких действий вот он ушел. У нас других быть, в принципе, не может. Я видел разных, кто ноги вот так вот, кто вот так попытается уходить. Не уверен, что это спасет ситуацию, особенно, когда несколько противников, уверен, что это, наоборот, даже серьезная уязвимость, особенно, когда вот такие ноги, вот такие моменты все, завалы, здесь мы вроде как бы и ушли от атаки, атакуй, вот, вроде как бы ушли. Но противник также может дальше нас атаковать, у нас интертяжка где-то выведен, слабые ноги, слабая постановка вот этих вот моментов, вот этих вот всех. Если где-то у нас вцепились, где-то в плечо, у нас начинаются большие проблемы. Здесь все это делается точно так же, как по гимнастике спирали. Так же вот эти все облеты, так же вот эти все обрезания по конечностям, так же действует, опять-таки, в чем весь нюанс, один из нюансов. Здесь по кресту можно, ну, гипотетически, промахнуться, плюс есть точки зависания. По спирали ты не промахнешься, она постоянно на противнике, постоянно на конечности противника. И при обкатывании спирали постоянно мы лезаем сам коридор не вот такой, а вот такой. Сам коридор позволяет противника надежно поражать. Ну, в принципе, как-то так. А вот у меня вопрос. Оцените, как? Пехотная лопата это страшное оружие близнеубоя. Для того, чтобы им повладеть, необходимо знать несколько самых главных принципов. В принципе, мы их уже осветили в предыдущем. Но давайте повторим. Первое. Никаких ударов на вытянутой руке. Вас просто отберут оружие. Второе. Никаких одиночных ударов. Удар должен заканчивать тогда, когда он прошел цель. С разворота мы можем тут же атаковать. Но опять-таки напомню. Если вы машете на раскачке корпуса, то очень быстро, а далеко за вы устанете. Вот этот. Здесь, представьте, вы в разгрузке, на вас висит 30, 20, там 35 килограмм. Вы сюда наклонились, вес. Сюда начали наклоняться, здесь вес. И вот это перекидывание, рано или поздно вам, а, угробит позвоночник, б, очень сильно вас измотает. Здесь задача работать внутри противовеса. Это спокойно делается в бронежилете, в разгрузке. Также точно работает по восьмеркам, по спиралям. Две восьмерки, восьмерка снизу, восьмерка снизу, восьмерка снизу. Стираем наружу, стираем внутрь. Необходимо просто четко понимать, что, например, при стволу автомата мы можем убрать, атаковать конечности противника, да? Также можем отсюда ее убирать, также можем сбивать восьмерочкой. Просто сбивать ее для того, чтобы... Но никогда мы не должны делать этот одиночный удар. Сразу идет атака. Даже если я зашел глубже, то я могу атаковать противника по рукам, по ногам. И обратите внимание, никаких выходов, конечностей нет. Все стоит здесь, локоть. А работа происходит за счет противовесов. Так гораздо мощнее и так гораздо быстрее. Ну и это полезно для здоровья на самом деле. Если вы будете работать по жесткой сетке рабицы двумя пехотными лопатами, то мышцы спины вы будете укреплять и при этом не будете в дальнейшем иметь проблем для здоровья. Есть очень несложная методика, при помощи которой вы, первое, строго индивидуально, максимально полезны для здоровья и очень надежны, сможете овладеть своим телом. Все вы тут стоите, вы сделаны по-разному. Ширина плеча, длина позвоночника, длина конечности, толщина костей. У каждого своя. Каждый из вас занимает свою траекторию. Тебе будет удобно ударить на голову в лицо. Ты бросишь через бедро, ты полезешь в драку кулаками. Возможно. Каждый реагирует на внезапно возникшую угрозу по собственному опыту, по собственным знаниям, собственным навыкам. Для того, чтобы вам это было удобно, вопрос опять-таки. Все, что я вам рассказал, об этом знают все. Самый главный вопрос. Как этому быстро, надежно, строго индивидуально и максимально полезно научиться? Месяц, начало движения. Три месяца, первый результат. Полгода, уровень рефлекторного реагирования на улице. Год, возможно, уровень инструктора. Фехтование, ножовый, рукопашный пыль в ограниченном пространстве. Это нехитрая методика. Называется гимнастика-спираль. Основана на работе как раз двух противовесов. И все вот эти правила, которые я вам сейчас озвучил, они лежат в основе этой гимнастики. Ваша задача вырастить мышечный связочный аппарат таким образом, что он вас держал в этом положении. Вы расслаблены, но сухожили вас настолько крепко, что он вас держит в том положении, которое есть. И вы можете за счет того, что мы работаем обоими полушариями головного мозга, быстрее гораздо реагировать на внезапно возникшие угрозы. И при этом реализовать свои действия максимально полезно именно в данной ситуации. Их немного, этих упражнений. Их всего 13. Их можно называть двигателями программами. Основанные не на расслаблении. Вы не должны вообще напрягать на этой гимнастики. Чем больше вы будете напрягаться, тем хуже вы будете двигаться. Наша задача поставить вот эти действия в рефлексы, научиться двигаться, не думая. А самое главное, потом перевести их в боевой раздел. Все, что я вам показываю, это защита, это атака, это защита, это работа холодным оружием, это переползание, это плавание. Это так можно кататься на коне. Так можно ездить, спускаться на лыжах с горы. Так можно кататься на стоп-борде. Самое главное, стрелять. Все простые, все эти упражнения практически защитные и атакующие. Первое, завитуха. Вот он у нас, да? Но, опять-таки, за счет того, что центр тяжести подвижен, строго отведенного для него коридоре, мы не завариваем корпус, а мы, сдвинув, можем шагнуть на противника. Я скатил, могу выходить на атаку. Это и есть шаг. Вот это восьмерка в тазу, это и есть движение. Раз, скатил. Если мы это дело ставим на, вместе с руками проводим, то у нас возникает несколько уровней защиты. Кисти, локти, плечи и само тело. Также можно и атаковать. С той же завитухи. Удар называется плевок. Середины полета можно перевести в голову, можно перевести в живот. Что крайне положительно сказывается на попадании противника. Спираль наружу. Разнообразнейшее применение спираль наружу. Вот так, через верху, знаешь? Да, сверху. Бам, да? Задача в чем? Приподняв руку противника, мы можем атаковать его в разрез. Обратите внимание, если я просто даже останусь на месте, противник меня... Нет, ты, пожалуйста, будь добрый. Подбородок не дай. Вот. Добрый человек. Еще раз вот. Снаджер армия России. На, еще раз так. Здесь, если я просто останусь на месте, я как минимум не смогу атаковать противника серьезно. Ну, да, может быть, я протру его скользом, но это не будет надежно. Моя задача, шагнуть и ударить противника, так, чтобы на уровне его головы остался мой кулак. При этом, мне дальше надо двигаться. Никакой остановки быть не должно. Здесь то же самое. Что здесь у нас пошла? Спираль. Что здесь у нас пошла спираль? Обратите внимание на шаги и на правильное положение центра тяжести. Никакого завала корпуса быть не должно. Как только вы завалили корпус, толкаем ее. На этом все для вас закончилось. Также спираль наружу может работать, боковая, от бокового, уходя внутрь. Что такое съем, еще раз, да? Отличие съема от блока. Блок, это когда я пытаюсь противника завалить, перевернуть иду сила на силу. А съем, когда я просто перевожу его в движение, в рикошет. И могу шагнуть вперед, что самое главное. Шаг вперед с другой руки боковой. С другой руки боковой. Да, здесь я могу точно так же шагнуть и атаковать противника. Восьмерка спадула. Разберем некоторые. Удар в живот на противоположное. Ушли, вывели, провернули, подтянули. Обратите внимание на работу плеч. Мощная работа плеч дойдет. И она опирается на восьмерочки в тазу. Мы также можем шагать и атаковать противника. Все, что нам надо в бою. Первый у нас удар идет. Никаких замахов, никаких раскачиваний тела. Мы не двигаемся к противнику. Вот замах. Если вы так двигаетесь постоянно, каждое ваше движение это замах. Каждое ваше движение это удар. Второе действие. Удар в лицо. Такой же точно съем черстой. Удар в живот, локоть остается на месте, вот он пошел съем. Обратите внимание, я не хватаю руку вот сюда. И не давлю ее ни в коем разе, не пытаюсь ее остановить. Задача подхватить ее и туда повести. Так же точно можно работать ножом, можно работать руками. Третий съем с этого движения. Удар в живот, съем. И еще один съем, да, боковой. А теперь, пожалуйста, медленно с этой руки, чтобы было понятно. С этой руки. Не чисти, пожалуйста, с этой руки. Медленно мне в подбородок. На, еще раз толкни, пожалуйста. Бам, отлично. Еще раз так. Вот здесь момент. Сейчас медленно-медленно я хочу показать. Обратите внимание, выход. У меня возникает ребра жесткости. Я подтягиваю противника за то, чтобы вы не ударите его в разрез. Когда вы это делаете на той скорости, на которой вы круете палки, в бою вы будете двигаться в два раза быстрее. 5-7 ударов в секунду с двух рук ножами. Это реальность. Ну и, к примеру, возьмем мою любимую боковую восьмерку. Чем хороша боковая восьмерка? Вы можете сразу атаковать двух-трех человек. Встань, пожалуйста, вот сюда. Ты просто рассплёшь. Не показывай. Парни, вот вы уже зарядили. Да? Еще раз напоминаю. Без ударов. Еще раз напоминаю. Не завал корпуса, никто праздник, да? А руки в одну сторону, плечи в одну сторону, таз в другую. Постоянный слух. А вот уже пошли два удара, которые могут раз-два, как минимум, сбить атакующие конечности. И вы уже можете перейти на следующих противников. Пол шага вперед. Поднимать руки. Идет удар в лицо прямой кулаком. Мы просто закрываем голову. Раз. Обратите внимание. Где я стою. Да? Вот это движение необходимо научиться делать в одно движение. Раз. И я ушел за противника. Вот сюда. Как минимум, здесь ему неудобно. Я здесь гораздо имею более возможности больше для атак, чем мой противник в другой руке. Это не требует поднятия кулака к подбородку. Если их двое-трое, а я кулаки постоянно подтягиваю к подбородку, то с подтягиванием кулака прилетит еще два удара. Два кулака. И мы просто не успеем все поснимать. Здесь мы работаем. Раз. Пошли. Вторая рука пошла. Здесь ушли. Не подводя к кулаку. И постоянно танцуем противника, как нож в картофелечистке. Быстрее съехать. Еще раз напомню. Для того, чтобы не иметь проблем со здоровьем, а также с безопасностью, овладев вот этими нехитрыми упражнениями, таким танцем, строго индивидуальным и максимально полезным, вы довольно короткий промежуток времени начнете улучшить свои показатели по стрельбе, рукопаш на бою, выносливость. Почему? Потому что здесь мы делаем не за счет одних рук или за счет одних ног. Тело двигается волной, целостно. Что очень полезно сказывается на выращивании мышечно-сухожильного каркаса, который будет удерживать при перегрузках наше тело. А самое главное, восстанавливаются и укрепляются становые мышцы, которые берут на себя всю нагрузку. Вы будете меньше спать, меньше есть и меньше уставать. Плюс выработка энергетики. Если мне на напряжении все это делать, то, конечно же, я буду очень много тратить сил. У меня возникнут перегрузы. Я заработаю какие-то дисфункции, спазмы, перекосы и дальнейшие неприятные вещи. Здесь, если я вот этими движениями разминаю свой позвоночник, разгоняю кровь по организму, укрепляя сами миофасальные цепочки, которые держат меня в том положении, в котором я должен быть. Эти же мышцы мне нужны для переноса, для нанесения ударов, для уходов с атак, для выкручиваний, да, к примеру, если на вас висит несколько человек, то тоже раскачка корпуса уже закончится чревато. А когда мы начинаем выползать из них, выкручивать плечами, то это может очень вам способствовать сохранению здоровья. Положи-ка лопату, давайте мы это попробуем. Один висит на руках, второй висит на руке, также на плечах, как бы повыше. Один висит на шее, пытаясь завалить вниз. Моя задача, если я вот здесь сейчас завалю корпус, то на этом все закончится. Как только я начинаю, ну потихоньку, да, вниз. Как только я начинаю вращение противовеса, вот здесь противник, у меня могут начать уходить с равновесия, я могу как минимум потихоньку, потихоньку через них скатывать по себе, не раскачиваться, потихоньку, потихоньку и закрывать. Ну что ж, это была краткая лекция поздравительной боевой гимнастической страны. Желаю вам проходить дальнейшую службу максимально толком, пользой, ну и овладеть всей приданной боевой техникой, всеми своими служебными задачами в полной мере, для того, чтобы действительно потом не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.